Молитвенное служение Молитвенное служение Специалиста в вопросе свободы Старшего епископа Украинской Христианской Церкви Новое поколение Андрея Тищенко Здравствуйте пастор Слава Богу Добрый день Добрый вечер Все телезрители Слава Богу за телеканал Бог ТВ У нас сейчас мы вторглись Прервали молитву И сейчас молится у нас Очень хороший пастор Из Николаева Славик Пусть Бог его благословит там хорошая проповедь у него помазанная, и те, кто будут здесь в зале, они ее, конечно, услышат, но мы прерываемся, потому что у нас есть определенный порядок, и каждый вечер с 8 часов мы начинаем это общение. Знаете, я очень рад, что в этой передаче могли поучаствовать другие наши пастора, в прошлый раз был Дима Макаренко, и я думаю, что вы получили благословение о том, как он учил, как он говорил об исцелении, потому что я думаю, что Бог, дал ему это видение, чтобы он был специалистом в этом вопросе, в вопросе исцеления. И сегодня мы говорим о свободе от религиозного духа. Знаете, прежде всего хочется сказать, Бог великий, и общение с Богом, отношение с Богом, встреча с Богом, они всегда что-то делают в человеке, в его жизни, происходят какие-то изменения. И всегда, когда в Библии мы видели, что люди встречались с Богом, происходили какие-то чудеса, происходили какие-то изменения в жизни этих людей. И поэтому я верю, что людям сегодня не нужна религия, но людям сегодня нужен живой Бог, живой Иисус Христос. И вот мы с Аней сегодня здесь находимся в студии для того, чтобы поговорить о свободе от духа религии. Религиозность блокирует отношения человека с Богом. Религиозность – это дух, который стоит между человеком и Богом. Религиозность – это придуманные отношения человека с Богом. Религиозный дух, он старается человеку представить, как будто бы человек имеет связь с Богом, как будто бы человек имеет отношения с Богом. Но Иисус сказал хорошие слова «По плодам их узнавайте их». То есть у каждого человека должны быть плоды его взаимоотношений с Богом. И если плодов длительное время нет, значит это говорит о том, что нельзя, допустим, от дуба ждать, что он даст яблоки, или что на нем вырастут груши, если, конечно, ты не мичурин, то ты не можешь ждать от дерева, которое не приносит хороших плодов, ждать хороших плодов. И поэтому Иисус сказал, что дерево узнается по плодам. Нам не надо сверлить дырку в дереве и говорить, вот это дерево дуб, потому что там я прострелил и взял на пробу. Нам просто надо дождаться плодов. И вот отношения живые, настоящие отношения с Богом, они всегда имеют свой плод, они всегда имеют свой результат. Когда мы видим, что люди, имевшие близкие отношения с Богом, которые описаны в Библии, они даже проходили через скорби, через страдания, через трудности, они вели себя по-другому. Апостол Павел пишет из тюрьмы и говорит, радуйтесь, и еще раз вам говорю, радуйтесь, мне об этом писать не тягостно, а наоборот радостно. То есть апостол Павел даже в темнице имел живые, тесные отношения с Богом. И его сердце переполняло радость, оптимизм, уверенность в том, что Господь возьмет его на небеса, что он находится в этой жизни с Богом. По плодам их, узнавайте их, отношения с живым Богом, они всегда приносят плоды. Религия, она по своей сущности бесплодна. И бесплодность религии в том, что человек и молится, и постится, и может быть какие-то песни поют, и может быть даже жертвы какие-то приносят, но ему не удалось найти отношения с Богом. Это не проблема, если ты еще не нашел отношений с Богом, ищи их, добивайся их, стучи в небесные врата, как говорят, чтобы ты мог действительно встретиться с живым Богом. Я думаю, что даже у того же апостола Павла были вопросы в отношениях с Богом. И он пошел в длительный пост, в длительную молитву, в Аравийскую пустыню, он уединился. Почему? Ему хотелось найти живого, настоящего Бога. Он должен был прийти к такому моменту в своей жизни, чтобы смело, дерзновенно сказать, я от самого Господа перенял то, что и вам передал. Дорогие братья и сестры, тебе нужны живые, тесные, близкие отношения с Богом. Вот сейчас у нас здесь проходит молитва, и с утра до вечера переполненный зал, жаждущие люди, они молятся, они поклоняются, они ищут Духа Святого. Я прямо здесь, в студии, имею такое чувство, атмосферы Духа Святого, когда Господь на этом месте. И я думаю, что когда человек по-настоящему уделяет время, чтобы искать Бога от всего сердца, от всей души, знаете, как Давид говорил, говорит, от ранней зари ищу тебя, Господь, то Бог вознаграждает эту жажду. И люди переживают Бога, переживают славу Богу. И приходит ответ, приходит решение. Как вчера наш пастыр Андрей Коваленко, он такой пример перевел, он говорит, мы поехали на конференцию, это было еще в 90-х годах, и эта конференция была где-то в Белоруссии, и он говорит, у меня столько проблем было со здоровьем, с деньгами, с работой, в семье ужас, говорит, и я поехал, и я думал, Боже, так все тяжело, так трудно, но на каком-то этапе, он говорит, я пережил славу Божью, силу Божью, говорит, и вокруг меня ничего не изменилось, я изменился, и я увидел, что все это ерунда, все это чепуха, потому что в славе Божьей проблем нет, проблема только без Бога, без Его присутствия, и когда религиозные люди больше молятся, больше молятся, чем больше они молятся, тем больше приходит проблем, потому что прежде всего что-то не произошло в их сердце, и сегодня хорошее время, когда мы можем поговорить о свободе от религиозного духа, мы помолимся об этом, мы провозгласим эту свободу, мы изгоним этого духа, этого беса из жизни людей, которые хотят иметь переживания, встречи и отношения с живым Богом. Спасибо, епископ, я напоминаю вам, что вы смотрите в прямом эфире программу «Свобода», в 20.00 она начинается по киевскому времени, 21.00 по Москве, и уникальность этой программы в том, что здесь можно не только смотреть эту программу и быть ее зрителем, но вы также можете становиться участником этой программы, и если у вас возникают вопросы по объявленной теме, вы можете присылать их нам на адреса, которые вы сейчас видите у себя на экране, и у нас уже есть вопросы, я хочу задать вам один из них. Может ли религиозный дух быть унаследованным в христианах от молитв, посвящений и поклонений предков семейным наследственным иконам? Религия, она всегда является заменителем Бога, и, конечно, проклятия передаются, конечно же, бесы передаются из поколения в поколение, из рода в род. Мы говорили об этом, что когда умирает какой-то человек, бабушка умирает, допустим, и в лечении в ней жили какие-то определенные демоны, в том числе, может быть, религиозные, они могут перейти в детей, во внуков и в правнуков, и они имеют право на этот дом. Написано, когда дух выйдет из дома, и потом он возвращается, и он смотрит, что там происходит. Если дом выметенный, чистый, убранный, он возвращается и берет с собой еще семь злейших. Поэтому, естественно, религиозность передается по родам. И люди, которые имеют вот эту религиозность, суть в чем? Они тяготеют к правилам, тяготеют к традициям, они тяготеют к тому, чтобы выполнять какие-то христианские вещи, допустим, молиться или соблюдать посты, или посещать храм. Но у них нет самого главного. У них нет близких, живых взаимоотношений с Богом. И вот это основная проблема религии. Потому что задача наша даже не в том, чтобы молиться. Молитва – это не цель, это средство. Не в том, чтобы храм посещать. Храм – это не цель, это средство. Не в том, чтобы поститься. Пост – это средство. А цель наша – это встреча, это переживание Бога. Однажды Иисус Христос, общаясь с фарисеями, которые олицетворяли на то время религиозных людей на земле. Я думаю, что религиозные люди всегда были в обществе. Это люди, которые главным ставили для себя правила, традиции, какие-то законы, какие-то заповеди. Так вот Иисус, общаясь с религиозными людьми, с фарисеями, он сказал, вы лица его никогда не видели, голоса его никогда не слышали. То есть это люди, которые никогда не встречались с Богом, не переживали Бога. Иоанн Креститель, когда он проповедовал крещение, он обращался к людям, и он говорил этим людям, увидев же, Иоанн многих фарисеев, садукеев, идущий к нему креститься, сказал им, порождение Ехидна, кто вам внушил бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. Смотрите, достойный плод покаяния. Если ты хочешь встречаться с Богом, тебе нужно настоящее покаяние. Тебе надо покаяться в грехах, и сделать это неформально. Знаете, очень часто люди делают формальное покаяние. Что такое формальное покаяние? Это когда человек ничего не собирается в своей жизни менять. Он говорит, Господи, каюсь, но он знает, что через пять минут он сделает то же самое. В этом покаянии нет решения. В этом покаянии одна форма, одни правила. Так вот, Иоанн видел их намерение. Он думал, я проповедую крещение. И эти люди приходят, чтобы выполнить очередной ритуал крещения. Но они ничего не хотят изменить в своем сердце. И он начал обращаться к ним. И он сказал, вы порождение ехидны. Ехидна – это живородящая змея. Это ужасное сравнение. И Иоанн не боялся религиозных людей сравнить со змеями. Почему? Потому что они пытались везде схитрить. Они пытались везде сьюлить. У них не было правды. Правды перед Богом. Богу нужно сердце человека. Богу нужна искренность. Богу нужна честность. Богу нужна именно состояние откровенности. Это Бог уважает. И именно откровенное покаяние, честное покаяние, оно смывает с нашей совести всякий грех. И позволяет нам встречаться с Богом. Презвольяет нам общаться с Богом. Через иконы. Через различные другие предметы. Люди пытаются найти Бога. И очень часто они не находят Бога. Поэтому они пытаются через икону найти Бога. Но они не находят Бога через икону. Поэтому они останавливаются на иконе. И они говорят, вот это мой Бог. И они в иконе видят Бога. Через какой-то ритуал. Люди хотят найти Бога. И когда они не находят, они останавливаются на ритуалах. И вот так формируется религия. Правила есть. Ритуалы есть. Молитвы есть. Атрибуты есть. Бога нет. Все, о чем мы говорим. Все церковное. Будь то всякая утварь церковная. Будь то песни, будь то молитвы. Все это для того, чтобы человек мог встретиться с Богом. И Иисус сказал, вы ни лица Его не видели. Вы голоса Его не слышали. Поэтому хотя бы Писание исследуйте. И через них вы сможете иметь жизнь вечную. Вы сможете встретиться с Богом. Дорогие братья и сестры. Если ты хочешь встретиться с Богом, первый проводник в славу Божью, в отношении с Богом, это священное Писание. Иисус сказал, исследуйте Писание. Вникните в Него. Разберитесь в Нем. И через Него вы сможете увидеть другое царство. Царство Божье. Царство Небесное. Поэтому основой христианской веры являются ни иконы, ни правила, ни традиции. Основой является Слово Божье. Бог выразил Себя в Слове. И исследуя Писание, ты можешь прийти к тому, что и голос Его услышишь, и лицо Его увидишь. Я надеюсь, у вас уже появились вопросы по теме свободы от Духа религии. Вы можете их присылать на адреса, которые вы видите у себя на экране. Андрей Георгиевич, я вот вас слушая, словила себя на том, что вопрос задам вам. Бывало ли у вас такое состояние или период времени, признайтесь, когда вы понимали, может быть, что вот эта религия, она как-то или пытается залезть в вас, или есть уже. Ощущали ли вы когда-нибудь себя религиозным человеком? С религией приходится бороться всегда. Почему? Потому что христианство состоит из молитв, из поклонений, из проповедей, из учений, из каких-то церемоний и правил, которые у нас есть в церквях. Но будут ли эти молитвы религиозными или будут они горячими от всего сердца? Все это зависит от человека. Поэтому Иисус некоторым людям говорил, вы долго на показ молящийся, у вас будет больше проблем, чем у тех, кто не молится. С другой стороны, сам он молился целыми ночами, у него были длинные молитвы. То есть длинная молитва, она не должна быть религиозной. Она должна приводить человека к Богу. И наоборот, человек, который религиозный, который не влаживает в молитву цель найти Бога, встретиться с Богом, пережить Бога, иметь отношение с Богом, вот этот человек, он просто попадает в религиозные сети. И он привыкает к правилам, к традициям, к определенным поступкам. И он оправдывает свои отношения с Богом. Он говорит, я вот имею отношение с Богом через какие-то правила и традиции. И ты спрашиваешь, человек говорит, я в церковь хожу. Человек говорит, я молюсь. Человек говорит, я добрые дела какие-то делаю. Не это главное. Главное, это наши отношения с Богом. И исходя из наших отношений с Богом, тогда уже человек и добрые дела делает, и Богу служит, и многие другие вещи хорошие происходят в его жизни. С религиозностью приходится бороться. Всякий раз, когда я становлюсь на молитву, я не хочу, чтобы моя молитва была формальна. Всякий раз, когда я поднимаю руки и пою песни, я не хочу, чтобы мои песни были формальными. Я не хочу, чтобы мое чтение Библии, оно было ради самого чтения Библии. Я здесь Бога ищу. Я Его голос ищу. Я Его откровения ищу. Для этого мне нужен Дух Святой. Я говорю, Святой Дух, Ты мне нужен. Я хочу, чтобы Ты показал мне вот эту Библию. Открыл мне вот эти истины. Ты написал эту Библию. Своей мудростью, своей силой. И только Ты можешь мне ее открыть. Поэтому с религией идет постоянная борьба на уровне сердца. И если человек понимает смысл прихода к Богу, смысл отношений с Богом, ему становится намного легче. Очень часто люди переключаются на религиозность. И эта религиозность, она убивает даже самые остатки веры в человеке. Поэтому так говорят, что легче привести к исцелению нерелигиозного человека. Кстати, наверное, Дима Макаренко об этом говорил. Что легче привести нерелигиозного человека к исцелению, чем религиозного человека. Потому что человек рассчитывает на свои правила, на свои законы. Нерелигиозный человек, он ни на что не рассчитывает. Ему сказали, молись, и Бог тебе ответит. Он молится, и он что-то получает, как часто на палаточных служениях это происходит, когда люди неверующие, даже выпившие, они приходят, и они переживают чудеса, переживают какие-то сверхъестественные вещи, опухоли уходят, какие-то исцеления приходят. И я помню, на площади я проповедовал однажды здесь, и два парня подвыпившие, и я сказал, поднимите руки, молитесь, чтобы Бог вас сейчас исцелил. У парня порог сердца был, он получил исцеление прямо на площади, подвыпивший парень, нерелигиозный. В то же самое время какие-то люди были религиозные, которые не смогли ничего от Бога получить. То есть религия – это блок, это препятствие между Богом и человеком. Иисус, ходя по земле, он был очень строг, иногда даже жесток, по отношению к религиозным людям. Почему он хотел их привести к живым отношениям с Богом? Ну, ведь, согласитесь, очень сложно бывает распознать в человеке, который, может быть, посещает богослужение, там, домашнюю группу, приносит жертвоприношение, и вообще выглядит таким допропорядочным христианином. Как распознать, что в человеке это дух религии, если, допустим, вы работаете с командой своих пасторов, и возникает такой момент, когда вы понимаете, все, человеку нужно освобождение или исцеление в этой области. Как поступать в данной ситуации? Это очень сложно действительно распознать, но я думаю, что надо держаться этого правила, которое сказал Иисус Христос. По плодам их узнавайте их. Живые, близкие, тесные взаимоотношения с Богом, они всегда приносят изменения в жизнь человека. Изменения в характере, изменения в делах, изменения в семье. Знаете, когда становится все хуже, становится все тяжелее. Если были тяжелые взаимоотношения, стали еще хуже. Были проблемы в характере, человек вообще стал невыносимым. Были какие-то проблемы психологические, еще больше этих проблем стало. Это говорит о том, что человек религиозный, и он за место Бога, он принял какую-то религию, и он тешит себя этой религией, он удовлетворяет себя этой религией. Как я помню, какой-то корреспондент сказал, чтобы человек мог удовлетворить свои религиозные потребности. Мне не нравится такое выражение. Мне не нравится такое выражение. Я был в Киево-Могилянской академии, с небольшой лекцией выступал для студентов-религоведов. И вот одна девушка задала мне вопрос, а может ли человек без религии найти Бога? Для меня, человека, который слово «религия» ассоциирует с чем-то не очень хорошим, для меня это было понятно сразу, что именно без религии человек может найти Бога. Она говорит, ну хорошо, я объясню, без церкви может ли человек найти Бога? Не вопрос. Человек может найти Бога без церкви. Человек может найти Бога без молитвы. Человек может найти Бога без Библии даже. Человек может найти Бога без ничего. И тогда звучит вопрос, а зачем тогда вера, зачем тогда религия, зачем тогда церковь, зачем тогда Библия, зачем тогда молитва. Послушайте, но это разовые вещи. Обычно человек находит Бога там, где собраны вместе верующие люди. Там, где читают Библию, там, где молятся, там, где поют песни, там, где славят Бога. Бог говорит, я живу среди славословия своего народа. Сейчас, когда мы собрались, вот столько людей, каждый день поклоняемся Богу, славим Бога, поем песни Богу, атмосфера в зале просто наэлектризованная. Там чувствуется сильное присутствие Духа Святого. И люди переживают Бога, когда стоит молодая девчонка, она плачет, видно, что Дух Святой его касается. Другой человек сидит, он просто полон радости, восторга. Видно, что Господь касается его сердца. И вот эта связь с Богом, вот эти отношения с Богом, они остаются в жизни человека. И они, конечно, производят определенную работу. Я хотела бы вам напомнить, уважаемые зрители, что до начала программы «Свобода» вы могли смотреть конференцию «Покажи нам свою славу». И сразу после окончания программы вы сможете вернуться и снова стать зрителем программы, которая будет идти до 22.00 по киевскому времени. Я благодарю также каждого из вас за ваши вопросы, которые вы присылаете к нам на адреса. И хочу зачитать еще один из них. Мне часто говорят люди «Тону, не пойду в твою церковь, там все так трудно, и молиться нужно, и поститься, и не пить. Жить в гражданском браке табу, целоваться до брака тоже грех. Моя церковь ни к чему не обязывает меня. Моя вера проще, никакой ответственности не несу и спокойно в душе». Может, религия состоит в том, что человек ни за что не несет ответственности, а самое страшное не знает о спасении? Однажды Иисус сказал такие слова фарисеям. Опять же, у него постоянно были какие-то конфликтные взаимоотношения с фарисеями. У Иисуса, в принципе, не было конфликтных отношений с людьми. С разными людьми он встречался. С алкоголиками, с тунеядцами, с блудницами. И с ними у него не было проблем. Он давал им возможность пережить Бога, встретиться с Богом, ощутить Божью силу, Божью славу. Но у него были проблемы в отношениях с религиозными людьми. И вот он говорит таким людям, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, потому что вы как гробы скрытые, над которыми ходят люди и не знают этого». Некоторые из них сказали, «Учитель, ты, говоря это, нас обижаешь». И вот он говорит, «Горе вам, законникам, вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Итак, что такое религия? Религия – это прежде всего встреча с Богом. И встреча с Богом, она человека меняет. Мы не говорим о том, что наша религия заставляет нас не пить, заставляет нас не ругаться, заставляет нас не блудить. Наша религия, она ограничивает нашу свободу, нашу жизнь. Нет, мы говорим так, наш Бог нас освободил. Вот почему сотни, тысячи зависимых людей. Сейчас у нас на реабилитации находится 1200 человек. И это люди, которых Бог освободил. Это не те люди, которые ради Бога готовы страдать, мучиться и терпеть, чтобы не употреблять наркотики. Это люди, которых Бог освободил, которых Бог изменил. Преступники, которых Бог сделал добрыми людьми, честными людьми, справедливыми людьми. Люди, которые просто пришли к Богу, и их жизнь изменилась. Религия, она ставит запреты. И Библия говорит, что люди, даже религиозные люди, они сами не могут эти запреты вынести. Они не могут их сами нести. Поэтому они выглядят, как гробы окрашенные. То есть снаружи они пытаются поддерживать формально, внешне, духовность, правила поддерживать. Но внутренне, это люди, полное разложение. То есть внутреннее разложение приносит человеку внешнее разложение. И наоборот, когда человек внутренне, он святой, он верующий. Это будет менять его жизнь внешнюю. Так вот Иисус, который приходит в жизнь человека, он приносит внутреннюю свободу, внутреннюю чистоту. И может быть внешне еще не совсем все правильно в жизни. Но если внутри тебя живет Бог, все изменится. Как Иисус сказал, когда придет Царство Божие, спросили люди. Он сказал, не ищите его. Оно не будет там или оно не будет там. Вы не можете сказать, что оно пришло туда. Царство Божие внутри вас есть. Царство Божие начинается с нашего сердца. И именно с встречи человека с Богом. Когда Иисус приходит в твое сердце, Царство Божие приходит в твою жизнь. Когда Иисус приходит в твою душу, Царство Божие приходит в твою жизнь. И твоя жизнь обязательно меняется. Поэтому религия, это не свод правил и законов. Религия, вернее религия, это и есть свод правил и законов, за которым не стоит жизнь. Вера, она предполагает, что внутри тебя живет Бог. У тебя есть связь с Богом. И эти отношения с Богом позволяют тебе жить в свободе. Религия – это форма бессодержания, да? Вот нам поступают вопросы. И как быть в ситуации, когда девушка находится под влиянием семьи религиозной? Как ей помочь? Может быть, тут какой должна быть именно молитва? Как должна проходить консультация? Что Вы посоветуете? Конечно же, религия – это очень трудная проблема. Потому что сам себя человек утешает, что у него все нормально. Обычно люди говорят так. Так верили наши деды, так верили наши отцы, так верили наши предки. Мы уже так тысячу лет верим. И все. Вопрос не в том, кто как верил. Знаете, когда Иисус обращался к фарисеям, Он говорил такие слова. Он говорит, горе вам, законникам, потому что вы налагаете на людей бремена неудобоносимы. Сами ни одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам! Вы строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Всем вы свидетельствуете о делах ваших и соглашаетесь с ними, что они избили пророков, а вы строите им гробницы. Это вообще так, как ничто лучше подходит под нашу страну. Когда кто-то говорит, так верили наши отцы, так верили наши деды. Мне хочется сказать, дорогие мои, наши отцы были коммунистами, комсомольцами. Наши отцы были пионерами. И многих из тех людей, которые обращали людей живых к Богу, они их избили. И сегодня кто-то говорит о каких-то традициях. Да не в традициях сила, не в правилах сила, не в древности сила. Сила в живых отношениях с Богом. Встретился человек с Богом, пережил человек с Богом. Жизнь его изменилась. Иисус сказал им, вы ни лица Божьего не видели, ни голоса его не слышали, ни писаний не исследовали. Поэтому у вас никакой веры нет. У вас есть просто традиция, просто правила, просто свод каких-то законов, которыми вы себя успокаиваете и утешаете. Нам нужен живой Бог. Живой Бог, Он действительно все меняет. К нам продолжают поступать вопросы. Противоположностью религии является живое общение с живым Богом, пишет Юрий Дубовой. Как определить, что человек говорит именно с Богом Авраама, Исаака и Акова? Как определить, что человек находится в Боге, послушанный Иисусу Христу? Вы сказали, что по плодам узнаете их. О каких плодах идет речь? То ли это эмоциональные переживания, душевные, то ли это что-то, за что можно ухватиться? Как вы определяете это? И как можно определить нашим зрителям? Галатам 5 глава рассказывает о делах плоти и плодах Духа. Так вот Иисус сказал, по плодам их узнавайте их. И апостол Павел описал, как выглядят эти плоды. Это любовь, радость, мир, долготерпение. Это смирение. Это верность перед Богом. Это верность в семье. Верность перед людьми. Знаете, есть много различных хороших, добрых качеств, которые общепризнаны в этом обществе. И они приходят как результат живого, тесного отношения с Богом. Анализ. Как узнать, общается человек с Богом? Или же он действительно попал в обольщение, в обман? И вместо Бога он общается с какими-то бесами? Жизнь, которую приносит Бог в твою жизнь, она твою жизнь меняет к лучшему. У тебя становится другое качество жизни. И это прямое влияние Бога. Бог приносит радость, счастье, удовлетворение. Бог приносит устройство. Бог приносит устройство в семью. Бог приносит исцеление, благословение, восстановление. Поэтому плоды отношений человека с Богом, они рано или поздно будут видны на его жизни. Если ты видишь, что вроде бы ты молишься, вроде бы ты что-то делаешь, но твоя жизнь никак не меняется. Ищи Бога. Уединяйся. Хороший пример сегодня. Когда сотни, тысячи людей собрались, чтобы семь дней молиться, поклоняться и встречаться с Богом. Я верю, что из-за этого придет вознаграждение. Спасибо. Тут очень интересный комментарий. Комментарий зрителя на Бог ТВ. Смотрю прямой эфир из Першатравенска. Супер. Видео и звук лучше организованы по сравнению с СНЛ в Запорожье. Я благодарю вас за то, что вы пишете свои комментарии, потому что это помогает нам становиться для вас лучше. И помимо того, что... Я не знаю, кто это написал. Может, это какой-нибудь режиссер из Бог ТВ. Ну, когда лучше, в любом случае, это лучше. Что организовать какую-то съемку в маленьком зале, который обещает тысячу мест и маленькой студии, намного легче, чем организовать съемку на огромном стадионе, на котором, по сути дела, мы первый раз делали такое мероприятие на стадионе. Я думаю, что в следующий раз, когда уже у нас будет 20-тысячный стадион, то мы постараемся лучше организовать эту съемку. Ну, и мы благодарим вас за то, что вы пишете искренне комментарии. Пожалуйста, пишите нам мысли свои, делитесь своими пожеланиями. Ну, и, конечно, молитесь за нас, чтобы эти программы были более и более эффективными. И пишите нужды, нужды пишите. Пока у нас есть молитвенное собрание, пока мы поклоняемся, здесь очень сильная атмосфера такая, мощная атмосфера, наэлектризованная атмосфера. Никто не хочет уходить. Люди просто поклоняются, поклоняются и поклоняются Богу. И мы восстанавливаем скинью Давида, упадшую. И в этой атмосфере, я знаю, Бог творит чудеса. Поэтому пишите свои проблемы, свои нужды, мы будем за вас молиться. Вы видите сейчас на своем экране адрес, по которому вы можете написать свою молитвенную нужду. И ожидайте, в воскресенье в 11 часов по киевскому времени будет совершена молитва и за вашу нужду. Так что пишите, ожидайте и верьте, что Господь благословит вас. И к нам поступают вопросы такой. Что делать, когда парень с религиозным духом хочет построить семью и считает себя совершенным, будучи в церкви служителем? Семейно-духовный вопрос. Очень, очень такой сложный вопрос, тонкий вопрос. Потому что, когда речь идет о семейных отношениях, а внутри семьи еще есть какая-то неприязненность, то, конечно, можно стать таким человеком, который делает диагнозы и приговаривает кого-то к религиозному духу или еще к чему-нибудь. Конечно же, здесь очень все сложно. И нельзя так грубо сказать, это религия, а это не религия. Потому что человек может проходить какие-то даже трудные вещи в своей жизни, трудные жизненные процессы, какие-то изменения. И пока человек в скорбях, в испытаниях, в трудностях, трудно увидеть плодов. Вот мы посадили возле нашей церкви 70 яблонь. И мы посадили их, когда в нашей церкви было 20 лет, сейчас 2 года уже прошло. Это вторая весна, ну уже лето, да. Я специально пошел, чтобы посмотреть, на каких яблонях уже плоды есть. И вот где-то нашел, ну из 70, наверное, 20 штук я нашел, что там есть такие маленькие яблочки, да. Я посмотрел на другие и думаю, почему-то там нет этих яблочек. И это не значит, что эти все деревья надо выкорчевать. Они находятся в земле, мы их поливаем, мы их обрезаем, мы их удобряем и мы даем им еще шанс. Шанс принести плоды. Все-таки я верю, что это яблони, то, что мы посадили, и они принесут яблоки. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы вы не ставили сейчас диагноз, религиозный или нерелигиозный человек. Но молились с верой за этого человека, исповедуйте, провозглашайте, что он муж Божий, что он человек Божий. Молитесь, чтобы он встретился с Богом. Знаете, я вспоминаю одну женщину, полную веру женщину. Она пришла к Богу, она сильно загорелась. Я хочу Богу служить, я хочу за Богом идти. Потом она услышала, что муж должен быть спасен. И она на 10 дней в пост пошла. Я даже не знал, что она пошла на 10 дней в пост. Она каждый день молилась. Бог, коснись моего мужа. Он сидел в гараже, ремонтировал свою Волгу, слушать не хотел ничего о вере, о Боге. Вдруг, ни с того ни с сего, он услышал голос Божий. Покайся в своих грехах, измени свою жизнь. И вот так это потрясло. Он выскочил из гаража и побежал в церковь. Встал на колени и покаялся. Мне было удивительно видеть вот такое преобразование в человеке, который только что не хотел ничего. А тут вдруг он проявляет со своей стороны религиозность. Оказывается, по молитве этой женщины, Бог просто вторгся в его жизнь. Молитесь за своего мужа и пусть Бог вторнется в его жизнь. От того, что вы будете его обвинять, от того, что вы будете говорить ему, что он религиозный, вы ничего не измените. Вы просто усугубите ситуацию. Но от того, что вы начнете с верой молиться, провозглашать, если вы знаете Бога, спросите у него, как повлиять на вашего мужа. У Бога есть ответ. Может быть неординарный, может быть необычный. Знаете, как когда-то Елисей молился, поклонялся Богу под клавиши, пел Богу. Говорит, Бог, что делать, кругом враги. И Бог говорит, копайте рвы за рвами. И не будет ни дождя, ни воды, а рвы наполнятся водой. И они выкопали, рвы наполнились водой. Утром красное солнце взошло. Оно красным светом осветило эту воду. Вода начала блестеть. И враги, которые шли на Израиль, они вдруг видят кровь кругом. И они так испугались, что убежали просто. Все. Вот решение от Бога. Человек, знающий Бога, всегда найдет решение от Бога. В том числе в свою семью. Пусть Бог вас благословит. У вас будет все хорошо. Аминь. Слушайте, я вот сегодня, когда была на богослужении, я видела множество людей разного возраста. Разное социальное положение. Вообще, наблюдая за работой движения «Новое поколение», можно сказать, что здесь действительно происходят серьезные перемены в жизни людей. Как то, что люди освобождаются от тяжелейших зависимостей. Без последствий. Каких-то рождаются здоровые дети. Как исцеление от невероятных заболеваний. И так далее. Можно этот список продолжать и продолжать. Большая социальная работа. И тем не менее, движение «Новое поколение» бывает обвиняет в том, что это такое неживая или там религиозная организация, как мы сегодня говорим об этом понятии. Какой вопрос. Если человека обвиняют в том, что он религиозный, как ему оправдываться? Что ему такого делать, чтобы вот не говорили такие гадости в его адрес? Ну, в чем в чем. А в религии нас-то особо никто не обвиняет. Нас скорее обвиняют в том, что нам недостает каких-то правильных поступков, каких-то правил и каких-то правильного поведения или прочих каких-то вещей. Я не думаю, что нас кто-то обвиняет в религиозности. Религиозность – это скорее удел более традиционных церквей, более традиционных религий. Но, с другой стороны, свою веру ее не надо доказывать. Она видна в жизни. Вера твоя спасла тебя. Об этом сказал Иисус. И вера человека, она реально меняет жизнь человека. Аминь. Спасибо большое. Я напоминаю вам, что вы смотрите программу «Свобода» в прямом эфире. Каждую среду вы можете подключаться на интернет-телеканале Бог ТВ, а также на сайте New Generation in UA. И вы можете смотреть эту программу. И всегда мы говорим о свободе. И я хочу вам также напомнить, что всю информацию о движении «Новое поколение», о тех делах, которые совершает церковь, можете посмотреть на сайте. Перебить, потому что мне хочется идти молиться вообще, если честно, сильно. И думаю, может, нам надо сейчас помолиться за наших телезрителей и просто на следующий раз продолжить нашу программу, вот эту о религиозности. Потому что я смотрю, вопросы есть, да? Ну, можешь еще один какой-то вопрос, и мы пойдем молиться. Ну, хорошо. Вы сейчас помолитесь, да? Ну, конечно. Тогда вот здесь такой вопрос, как поступать с человеком, если ты видишь, что он религиозный, обязательно ли нужна молитва, или нужно просто консультировать его и объяснять ему, как правильно себя вести? Побуждайте людей искать Бога. Побуждайте людей встречаться с Богом. Побуждайте людей менять свою жизнь. Побуждайте людей каяться. Написано «чистое сердце Бога узрят». Нужно чистое сердце. Чистым сердце становится тогда, когда человек приходит к покаянию, к прощению грехов, к оправданию. Вот тогда становится сердце человека чистым. Побуждайте людей искать Бога. Побуждайте людей читать Библию. В Слове Божьем есть ответ, есть решение. И всякий раз, когда люди ищут Бога, переживают Бога, поклоняются Богу, встречи происходят. А происходят встречи, происходят изменения. И вот вчера хорошая проповедь была про Наиминь, которая ушла из своей страны на поля Моавицкие. Почему? Потому что в ее стране не было хлеба. Она искала хлеба. Она искала хлеба. И она нашла хлеб. Но она что-то потеряла. Что-то большее, что-то более важное, чем хлеб. Поэтому проповедник вчера призывал. Не ищите хлеба, ищите Бога. Потому что не хлебом единым будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Братья и сестры, нам нужно искать Бога. Нам нужно искать встречи с Богом, переживания с Богом. Одна встреча с Богом, она может навсегда изменить всю твою жизнь. Ты можешь стать другим человеком. Я помню, у меня была проблема с глазами, со зрением. У меня были некоторые духовные проблемы. И это было трудное время в моей жизни, тяжелое. Я молился часами. Я читал Библию часами. Я искал Бога часами. И как-то ночью просто вот что-то произошло, что-то переклацнуло в воздухе. Святой Дух пришел. Его присутствие пришло. Я почувствовал себя исцеленным. Все. Мое зрение восстановилось. Я почувствовал свободу внутри. Вместо угнетения, какое-то давление, пришла великая радость. Убежденность в том, что все будет хорошо. Все будет нормально. И самое главное, Его присутствие изменило мою жизнь. Когда я начал служить после этого в церкви, мои проповеди другие были. Мои молитвы были другие. И самое главное, я начал чувствовать Его силу, Его могущество. И когда я начал это чувствовать, когда я начал это переживать, я начал видеть, что множество людей, которым я служу, они реально меняются. Поэтому нам нужен живой Бог. Написано, что Он недалеко от каждого из нас. И Бог хочет, чтобы мы ощутили Его, пережили Его, встретились с Ним. И об этом я вот хотел бы помолиться. И самое главное, если ты был в религии, что-то в твоей жизни заменяло Бога, традиции, правила, какие-то законы, по которым ты жил, и ты говорил, вот я живу по этим правилам, поэтому все нормально, мне Бог особо не нужен, у меня правила есть. Часто так люди говорят. Ты говоришь, тебе нужен Бог. Он говорит, да, я и так по заповедям живу. Не убей, не укради, я все соблюдаю. Послушайте, Бог больше заповедь. И человеку нужен Бог прежде всего. Поэтому, когда ты чувствуешь, что что-то заменяло тебе Бога, и из-за этого у тебя нет никаких живых отношений, мы просто помолимся, чтобы этот религиозный дух ушел. Покайся в религии, отрекись от религии, и мы будем молиться, чтобы этот религиозный дух ушел с твоей жизни. И вместо него пришло живое, настоящее присутствие Божие. Отец наш Небесный, я прихожу к тебе во имя нашего Господа Иисуса Христа. Я верю, Святой Дух, в то, что твое присутствие, твое помазание действует на этом месте. Вместе с теми людьми, которые молятся со мной в прямом эфире, я молюсь и прошу, Господь, прости за всякую религиозность. Боже, мы отрекаемся от всякого духа религии. Мы не удовлетворяемся ни правилами, ни сводами законов. Нам нужны живые, тесные взаимоотношения с Богом. Мы будем, как Давид, который от ранней зари искал Господа, который говорил, жаждет моя душа к Богу Живому, жаждет моя душа, как лань желает к потокам воды, так душа моя жаждет Господа. Мы будем жаждать Господа. И во имя Иисуса я молюсь сейчас и разрушаю всякое проклятие религиозности. Я разрушаю этот дух религии над твоей жизнью, над твоей судьбой, над твоей семьей и над твоим домом. И я говорю сейчас всякий религиозный дух, дух, который несет религиозные молитвы, религиозное поклонение, религиозное чтение Библии. Убирайся вон! Во имя Иисуса! Из этой жизни, из этой судьбы. Во имя Иисуса! Именем Иисуса я разрушаю всякое религиозное проклятие. И сейчас во имя Иисуса Христа я говорю, каждый из этих людей искуплен от проклятия религии, чтобы сила Божьего благословения пришла на их жизнь и обещанный Святой Дух реально прикоснулся к их жизни. Сейчас поднимите со мной руки, закройте свои глаза и вместе скажем, Святой Дух, я верю в Твое особое присутствие прямо сейчас на моей жизни, на моих руках. Я верю в Твое присутствие, которое приходит в мою душу, в мое сердце. Иисус, я искуплен от проклятия. И поэтому сейчас у меня нерелигиозное ощущение, у меня ощущение Твоей великой, всемогущей, сверхъестественной славы на моей судьбе, на моей жизни. Я принимаю это сейчас. Святой Дух, я прошу, коснись через камеру каждому человеку и пусть живое присутствие Твое помазание будет на их жизни. Дух Святой, так как я сейчас Тебя чувствую, так как я сейчас Тебя переживаю, пусть Твоя слава, Твое присутствие и Твое помазание переживают каждый человек во имя Иисуса Христа. Амин. Я благодарю всех вас, кто являлся сегодня зрителями интернет-телепрограммы Свобода. Потому что на самом деле, когда каждую среду вечером вы уделяете внимание тому, чтобы смотреть программу Свобода, значит вы не согласны с тем, как вы живете, хотите стать более свободными. И я вдохновляю вас, пожалуйста, для нас очень важны ваши комментарии по поводу переживаний, которые происходят у вас в результате молитвы. Потому что Бог совершает чудеса. И для него нет разницы, на каком расстоянии от нас вы находитесь. Пожалуйста, пишите нам свои письма, пишите свои комментарии. И еще я вдохновляю вас. До воскресенья каждый день с 10 до 14.00 по Киеву и с 18 до 22.00 в прямом эфире вы можете вместе с нами молиться Богу. И пишите также свои нужды, за которые в воскресенье в 10 часов утра будет совершена молитва. Оставайтесь с нами. Спасибо большое всем, кто был с нами сейчас. И мы сейчас переместимся в зал. Там мой сын проповедует, Антон. Он много молился, чтобы сказать это слово, чтобы сказать эту проповедь. Поэтому я верю, что помазание будет там высвобождено. И давайте вместе пойдем в зал, чтобы поклоняться Богу, слушать Слово Божье. Спасибо, Аня. Спасибо всем операторам. Будьте благословены. Всего доброго.